Привет, ну что, ребят, на улице весна, уже вовсю все цветет и пахнет, а значит и лето не за горами. И я наверняка знаю, что многие из вас сто процентов хотят привести себя и свое тело в порядок после зимы. Я, кстати, тоже пообещала себе бегать по утрам с марта, так что предлагаю и вам приобщаться. Но для того, чтобы контролировать свой вес, нам, конечно же, нужны весы. И, как ни странно, дома они есть не у всех, у меня, например, тоже нет, и я сейчас реально не шучу. Поэтому я решила сделать для вас ролик о том, как выбрать напольные весы и на что обращать внимание при покупке. В общем, не буду дальше тянуть резину, погнали. Вопрос о том, механические или электронные весы стоит покупать на 2020 год, явно не актуален, потому что у механики может быть ну очень большая погрешность, да и вообще это прошлый век. Так что будем рассматривать исключительно электронные. Максимальная нагрузка и точность измерения. Обратите внимание на то, какой максимально допустимый вес указан в инструкции к весам. Казалось бы, да что уж там, меня по-любому выдержит, какая бы цифра не была написана. Оно-то так, но для некоторых моделей 150 кг это уже потолок, и дальше измерений не происходит, а вес-то у всех разный, так что тут чем больше, тем лучше. Модели подороже выдерживают обычно по 200 кг, некоторые 180 кг. Их стоит взять на заметку. Но еще стоит выделить отдельную категорию весов, максимальная нагрузка которых всего лишь 20 кг. И как уже понятно, это весы для маленьких растущих деток. Как раз у таких моделей самая высокая точность измерения, прямо как у кухонных, до 5 г. По грешности стандартных, так сказать, полноразмерных весов чаще всего составляет плюс-минус 100 г. Существует буквально парочку моделей, у которых точность достигает до отметки 50 г. Но это скорее исключение из правил, поэтому на этот параметр, по моему мнению, особо обращать внимание не стоит. Индикатор заряда батарейки Как оказалось, у некоторых моделей, и, кстати, среди недорогих, есть те, которые показывают, сколько девайсу осталось жить до полной разрядки. Это достаточно удобно, и таким образом ты будешь полностью вооружен и предупрежден. Но, как по мне, фича не супер-пупер жизненно необходима, поэтому если есть, хорошо, а если нет, ничего страшного. Диагностика состава тела Это моя любимая тема и, наверное, одна из горячо обсуждаемых. Как утверждают многие производители напольных весов, их устройства умеют рассчитывать процент содержания жира, воды, мышц и костей в наших организмах, помимо измерения веса. Многие, как и я когда-то, думают, мол, ну как это вообще возможно? Что это за бред? Но углубившись в тему, можно найти много интересной и подтверждающей информации. В принципе, диагностика состава тела человека на сегодняшний день не нова. Этим вопросом занимается биоимпедансометрия. Не пугайтесь страшного слова, если кто не слышал о нем раньше. Биоимпедансный анализ определяет процентное содержание каждого типа ткани организма и метаболические процессы посредством измерения электрического сопротивления участков тела. В случае с напольными домашними весами этими участками тела выступают стопы. Грубо говоря, в наше тело пускается небольшой ток и затем отслеживается его проводимость. Как видите, все более чем научно. Поэтому весы с таким функционалом не то, что имеют право на жизнь, но и оказываются очень полезными для спортивных людей, для тех, кто занимается фитнесом. И просто для тех, кто хочет понять, это у него кость такая широкая или все-таки дают о себе знать запасы жирка. Помимо непосредственно показателей электрического сопротивления, умные весы учитывают еще рост, общий вес, индекс массы тела, возраст и пол. Все параметры заносятся в специальное приложение и далее коррелируются с биоэлектрическими показателями. Поэтому подобные устройства обычно умеют коннектиться со смартфоном, посредством Bluetooth или Wi-Fi соединения. С последним вариантом, как мне кажется, будет легче. Если в весы встроен Wi-Fi, то они на постоянной основе могут синхронизироваться с ПО, и тут соединение не должно отпадать. Главное, чтобы роутер и провайдер вас не подводили. Конечно же, показатели таких весов могут давать погрешности, но в сравнении с точными биоимпедансометрическими измерениями в медучреждениях различия минимальны. И даже если умные весы показывают процент содержания жира на 2-3% больше, чем это есть на самом деле, многим важно отслеживать именно динамику изменения с течением времени. Так что штука однозначно мастхэв, особенно для тех, кто тщательно следит за состоянием своего тела и отслеживает каждый издвиги. Вообще, эта тема очень интересна и специфична, поэтому хотелось бы раскрыть ее детальнее в отдельном ролике, если на нее будет спрос. Так что поддержите это видео лайком и комментарием, чтобы на понятном языке узнать больше о глубоком анализе тела напольными весами. Распознавание пользователей и память об их количестве Вышеупомянутые весы называются умными еще и потому, что умеют распознавать человека, который на них становится. Точнее, многие из них. То есть заведомо память весов предусматривает несколько профилей, и то модели допускают только 4 аккаунта. Грубо говоря, для домашнего использования, а какие-то целых 16, для офисных помещений или фитнес-центров, к примеру. Но суть одна. Как только ты становишься повторно на весы, они сразу же подтягивают твои данные для анализа тела, такие как рост, динамику веса, динамику предыдущих измерений и так далее. Это упрощает процесс умного взвешивания и сокращает время подготовки к расчетам. Единственный недостаток, с которым можно встретиться, это наличие дома двух человек с приблизительно одинаковым весом и телосложением. Тут уже весы могут путаться, но это, наверное, единичные случаи. В остальном рекомендую искать наличие такой функции в напольных весах. В таком случае анализ происходит легко, быстро и без лишней тягомотины. Если же устройство с определением процентного содержания различных тканей пока что не по карману, советую тогда обращать внимание на модели, в которых есть простенькие алгоритмы для запоминания измеряемого веса каждый день. Так вы тоже сможете отслеживать динамику, хоть и не такую детальную и глубокую. Обычно фича обозначается как память измерения веса. Эргономика и дизайн. Сегодня существует просто масса напольных весов с различными иллюстрациями, дизайном и материалами корпуса. И тут, понятное дело, объективного мнения быть не может. В любом случае выбирайте на свой вкус. Насчет материалов тоже история неоднозначная. С одной стороны кажется, что стекло очень хрупкое и ненадежное. Но сейчас его так закаляют, что они не то что 200 килограмм выдерживают, а и некоторые удары. Хотя в любом случае, если на такие весы сверху упадет острый нож, они могут преобразиться в паутинку. Здесь просто стоит соблюдать меры предосторожности, а за остальное беспокоиться не стоит. Весы из дерева и металла, конечно, надежнее, но не всегда могут нравиться внешне. Так что тут выбирать уже вам. Я только хочу при выборе весов со стеклянным корпусом посоветовать смотреть в сторону модели с прорезиненными ножками на тыльной стороне, по избежанию ненужного скольжения. На этом все. Пишите в комментариях, что, возможно, из своего опыта вы бы посоветовали при выборе напольных весов. Не забывайте про лайки, подписку и нажатый колокольчик, а также чаще заглядывайте на наши телеграм-каналы. Ссылка на них в описании. Смотрите еще видео о том, как выбрать бьюти-гаджет для красивых кудрей и советы по выбору триммера. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!